Здравствуйте! Информационная программа подробностей на ваших экранах. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. И сегодня у нас в студии в гостях Марина Тарасова, главный врач Рязанского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Вот сегодня такой значимый день. Если можно, несколько слов об истории этого дня. Впервые в 1988 году этот день был объявлен Всемирным днем борьбы со СПИД. 1 декабря. Это было провозглашено на совещании очень крупном, где собрались министры здравоохранения многих стран мира, которые констатировали, что начинается очень широкое распространение этого заболевания, пандемия, и что это требует самого пристального внимания, объединяя усилия всех стран, общественность, политиков, для того, чтобы обозначить эту ситуацию, для того, чтобы выработать единые подходы, единую политику в борьбе, в предупреждении этого заболевания. И так возникла вот эта дата. И она традиционно уже на протяжении многих лет отмечается. Основная цель, это еще раз хочу повторить, это привлечь внимание населения, рассказать в первую очередь молодежи о путях заражения, о мерах предотвращения этого заболевания, о том, чтобы люди понимали ситуацию, чтобы они ответственно относились к своему здоровью и думали о будущем своем. Этот день, он значимый для подведения итогов, для обозначения ситуации. Но вообще эта работа должна проводиться ежедневно, постоянно, целенаправленно. И только тогда мы добьемся результатов. Я так понимаю, что каждый год у этого дня какой-то свой девиз. Правильно? В этом году что стало девизом? Значит, каждый год выдвигается определенный девиз «Сократить разрыв» – это девиз 2014 года. Что это обозначает? Сократить разрыв, то есть добиться нулевой регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции. А мы ежегодно констатируем в мире появление двух миллионов новых случаев. «Сократить разрыв» – это значит привести к нулю количество умерших от заболеваний, связанных со СПИДом. А ежегодно сегодня, к сожалению, в мире умирает полтора миллиона человек. «Сократить разрыв» – это значит создать максимальные условия для людей, которые нуждаются в лечении, получать такое лечение, специфическую антиретровирусную терапию. «Сократить разрыв» – это значит добиться нулевого, спокойного, толерантного, терпимого отношения к ВИЧ-инфицированным. Сегодня ведь действительно, если, к счастью, нас это не коснулось, нам кажется, что и в мире ситуация стала лучше, и в стране ситуация стала лучше. Вот на сегодняшний день какова ситуация в России, в Рязанской области с заболеваемостью СПИД? Сегодня у нас в Российской Федерации более 830 тысяч ВИЧ-инфицированных. 8 тысяч – это детей ВИЧ-инфицированных, из которых 65% родилось от ВИЧ-инфицированных матерей. Сегодня в России ежедневно впервые выявляется 200 новых случаев ВИЧ-инфекции. У нас сегодня большое количество в России умирает от ВИЧ-инфекции, от СПИДа скорее, и от заболеваний, которые типичны для СПИДа. 135 тысяч таковых. Из них было около 500 детей. То есть цифры очень удручающие. Я хочу еще два слова сказать, чтобы наши телезрители понимали, что такое ВИЧ и СПИД, чем отличается. То есть человек инфицируется вирусом иммунодефицита человека. И достаточно длительное время, в Российской Федерации до 10 лет, заболевание может протекать абсолютно бессимптомно. И мы находим это случайно, чаще всего при плановом или экстренной сдаче крови, либо по желанию. Затем на протяжении нескольких лет последующих, если человек делает выводы, правильный образ жизни, начинает лечиться, оно может продлиться и до 20 лет, и человек сохраняет работоспособность, качество жизни и продолжает жить нормальной жизнью. Женщинам даже разрешается рожать, если они своевременно получают лечение. А вот СПИД – это как бы продолжение той же ВИЧ-инфекции, но уже на стадии, когда иммунная система резко уменьшает свою положительную, как бы нужную функцию, когда присоединяются такие заболевания, самое страшное, чаще всего приводящее к летальному исходу, к смерти – это туберкулез. То есть сегодня проблемы сочетанного поражения ВИЧ и туберкулеза очень актуальны. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии, септические состояния. То есть, по сути, они являются причиной смерти, но все это усугубляется на фоне дефицита иммунной системы. То есть, чтобы было понятно, что это одно и то же заболевание. И сегодня в Рязанской области ситуация нас пока не может радовать. Мы говорим о стабильном увеличении ежемесячных новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть, от 20 до 30 случаев мы ежемесячно регистрируем новых случаев. Это идет учет как жителей Рязанской области, лиц, находящихся в заключении в системе УФСИНА, иностранных граждан. В Рязанской области у нас сегодня выявлено 3600 ВИЧ-инфицированных. К сожалению, более 1100 из них умерли. Марина Анатольевна, мы привыкли к тому, что, наверное, какой-то стереотип сложился, что человек больной спит. Это чаще всего из каких-то неблагополучных слоев. Это наркоманы, те, кто ведет какой-то развязанный образ жизни. Вот на сегодняшний день это действительно так? Или, в общем-то, даже, как сказать, добропорядочные граждане могут оказаться в зоне риска? Да, это очень важная тема в изучении проблемы ВИЧ. Потому что мы видим, в последнее время изменилась структура путей заражения ВИЧ-инфекцией как в целом по Российской Федерации, так и зеркальное отображение нашей Рязанской области. Если раньше мы говорили о группах риска, и многие считали, что наркоманы сами определяют свою жизнь, выбирают ее, и если они заболевают, то это объяснимо. То сегодня в общей структуре ВИЧ-инфицированных чуть больше половины приходится на долю наркоманов, которые относятся к группе инъекционных потребителей наркотиков. Очень нас настораживает, что сегодня, особенно последние три года, нарастают темпы инфицирования половым путем. То есть правильно вы сказали, что инфекция как бы выходит в обычное общество, в обычную среду, где люди живут, вступают в отношениях. Плохо, что эти отношения очень часто возникают случайно и без ответственности, без знания о состоянии здоровья своего полового партнера. Поэтому мы призываем самый надежный способ предотвратить как инфекцию, передающуюся половым путем, к которому относятся и гепатиты, и ВИЧ-инфекции, это быть уверенно в партнере, либо использовать средства индивидуальной профилактики. Поэтому мы сегодня обращаем внимание, что половой путь – это тот путь, который определяется поведением человека. Его ответственное отношение к своему поведению, избегать надо этого рискованного поведения. И сегодня особенность является то, что ВИЧ-инфекции переходят в более старшие возрастные группы. Сегодня мы говорим о том, что актуальность людей, 40 лет и старше, встретиться и быть инфицированной очень велика. Опять при несоблюдении здорового образа жизни, при вот таком рискованном поведении я обращаю на это внимание. Поэтому мы сегодня свою работу нацеливаем, не только работу, как традиционно, среди молодежи, что является очень важным. Это относится к разряду первичной профилактики. То есть работать и со школьниками, и со студентами. Но и сегодня необходима работа, так называемая, на рабочих местах, то есть среди взрослого населения. И что делать, если возникли подозрения? То есть был эпизод полового контакта с малознакомым человеком, есть какие-то сомнения. Нужно, конечно, чтобы развеять сомнения, либо убедиться, не дай бог, в них, это обратиться к специалистам. То есть у нас в центре СПИД, который находится в стенах областного кожвен-диспансера, работает служба по добровольному, анонимному, как сейчас мы говорим, конфиденциальному обследованию, когда не требуется никаких документов, удостоверяющих личность. Единственное, с вами проведут до тестового консультирования, чтобы определиться, что вас смущает, что явилось поводом для обращения для такого обследования. И если вы сдали кровь, инкубационный период – это от 3 до 6 месяцев на протяжении этого периода, обязательно специалист проведет вам консультирование, объяснит ваши результаты, и обязательно посоветует обратиться повторно, чтобы окончательно убедиться, есть инфекция или нет. И поэтому я всех призываю лучше знать, чтобы свою жизнь потом планировать и строить, чем находиться в неведении, и тем самым беспокоиться и доставлять неприятности как себе, так своим близким. Сегодня возможности лечения, наблюдения позволяют людям многие-многие годы сохранять нормальный образ жизни. И, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что у нас в этом году проходит радостное событие. 2014 год знаменателен тем, что в этом году 90-летие отмечает областной клинический кожевый диспансер и 25-летие – областной центр по профилактике и борьбы со СПИДом. Поэтому я поздравляю сотрудников нашего диспансера, я желаю здоровья, я желаю удачи, я желаю ценить и гордиться тем, что они работают в таком замечательном учреждении. Всем жителям города Рязани самое главное – я желаю здоровья и мирного неба. Спасибо за внимание. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Спасибо вам, что вы делаете такое большое дело. И мы желаем вам, конечно же, уменьшения количества больных. Спасибо. Ну, а на этом программа подробностей подходит к концу. Желаем вам здоровья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин